Первый тайм и результат 2-0 и, можно сказать, по игре тоже Динамо переиграло, наверное. Как-то, не знаю, или растерялись, ну, хотя в такой игре, ну, как-то не вошли в игру, а во втором тайме уже вышли, там, поговорили в развивалке, вышли более настроены, там сразу завладели инициативой, тоже забили гол, там тоже были моменты, ну, хотя на контратаках тоже Динамо могло забить, ну, не знаю, могли сырать им ничью, могли проиграть. Было приятно, мы, наверное, уже месяца 4 не играли на своем стадионе и, наконец-то, вернулись, слава Богу, что нам разрешили играть матч чемпионата на своем стадионе. И большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли и поддержали, и в следующих играх мы будем стараться играть на победу для своих болельщиков. Первый тайм, да, такой, пропустили гол первый, непонятно, там, что-то, в защите не разобрались, в центре там ушел человек. По второму голу, конечно, тяжело сказать, что там по пенальти было, не было, там, как бы, с поля не показалось, что было пенальти. Второй тайм же, Динамо хорошо сушило игру, много падали, много лежали, много тянули время, в принципе, у них это очень хорошо получилось. В принципе, в первом тайме были выпады, прострелы, моменты где-то, били поворотом, не все получалось. Будем смотреть, разбираться, тренер подскажет, что не получилось. Да, я думаю, будет сложнее, потому что «Шахтер», как мне кажется, намного слаженнее команда и намного более такой мастеровитый футбол. Пропустили два быстрых гола, которые, могу сказать, что немножко понервы, особенно по такой погоде, отыграть два мяча очень сложно, но второй тайм уже получше сыграли и могли еще сравнить счет. Все ребята благодарны болельщикам, которые приходили и поддерживали нас, и особенно, как я уже говорил, Харьков всегда любит футбол и наши болельщики самые лучшие.